На республике Узбекистан Мы приближаемся к главному событию вечера Ну а пока бой между Ивицей и Труцциком который 82 года рождения чем скоро ему исполнится 37 лет, 15 декабря На данный момент ему 36 Он родился в Хорватии и представляет эту же страну 38 побед У Ивицей 33 поражения 71 поединок Приведем, конечно, профессионал Следующий бой он провел совсем недавно в этом месяце в ноябре Он является чемпионом WFC Лиги World Fighting Championship Но и при этом Он представляет команду по ТТ в Загреб Его Паворит в спорте Это Майк Тайсон Любимый хобби готовить еду Ну а главная его цель очень такой продолжительной карьере это зацепиться зацепиться и провести себя ярко в мировой лике GFC Гарри Fight Championship Кстати, по профессии он графический дизайнер Наут Шамиль Завуру 30-летний боец из Кироваула Потрясающее село в Дагестане Зацепиться российского чеченского республиканского клуба Ахмат Майк Тайсон Убилей Майк Тайсон Убилей Он выходит и раз всегда с флагом Ахмат и Байтовского клуба и Ким Байтовского клуба Ахмат Который поет один из братев Исмаил Байк Тайсон 5 побед у Шумиля Завурова, 5 поражений и 1 ничейный результат, 41 поединок в качестве профессионала, и сейчас будет 42-й бой. Последний бой он выиграл буквально недавно в турнире Реуду Си, победил он корейского бойца Сок Вон, экс-чемпион мира М1 Глобал, лучший результат. Финалист гран-при первой лиги Ахмад, его прозвище Лев Дагестанов. Финалист гран-при первой лиги GFC дарила Байденщик чемпионшип, он провел последний бой в турнире, который проходил в городе Каспийске на Али-Алиево. Там очень интересно в поединке, Амиль выиграл в аргентинского бойца. 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 Тарвачу, синюю, по просвещу террор, имита Трушчек. Его 35 лет, вес также 73 килограмма, рост 172 сантиметра, профессиональный рекорд, 35 побед, всего 5 поражений. Он экс-шемпион Лиги М1 Глобал, представлен бойцовский клуб Ахмад, по просвещу Лев Дагестана, в красном углу, Шамиль Завуров, в России! Шамиль Лев Дагестана Завуров, из-за его спиной, в качестве секунданта, Султан Алиев, Глобал бойча, экс-чемпион, Ахмад Клубавал Са, россиями, Шамиль Завуров, в МАРХАМА! Султан Алиев, бывший боец, бывший легимер UFC и закончил недавно карьеру. Также его родственник, друг и брат Фродо, Магламед Расул Хазбулаев, боец клуба Ахмад. Ну и Зураб Петергораев, естественно, один из тренеров клуба Ахмад. В лице идет вперед первым номером. Он попадает сейчас с левой руки. Подхватил ногу и попал справа. Опять левый джеб попадает, сейчас явится. Несколько ударов пропустил Шамиль. Сам Шамиль попробовал через левую руку атаку, но не достал. Опять левый джеб пропускает Шамиль. Опять левый джеб пропустил сейчас Шамиль. Отвивится. И сам попадает сейчас Шамиль. Отвечает жестко. В левую руку. Жесткий лоу-кик. Правой ноги Шамиля Завуру. За Шамиля болеют много где в стране, в России. И практически в любой республике Кавказа у меня есть болельщики. Он выходец из школы Агнуманапа Нур-Магомедова. И уже более пяти лет выступает за бойцовскую Бахмат. Кстати, является действующим еще бойцом и тренером. Попадающий Шамиль очень жестко попал себе в руки. Зацепил, почувствовал, что попал. И явился сам. Всем своим видом показывает, что пропустил сильный удар. Из главных болельщиков Шамиля Завурова. Это глава Чеченской республики, Героя России Рамзан Ахматович Кадыров. Ну и, естественно, президент бойцовского клуба Ахмат Абузай Джандаровича Висмурада. Шамиль, конечно, истинный профи. В таком возрасте он сейчас проводит два поединка. Короткий временной промежуток. Это, конечно, потрясающе. Здесь есть и первая кровь у Вице. Нос потек. И при этом есть такая кематома серьезная под правым глазом. Скорости потерял. А Вице сразу сейчас пропускает еще жестко от Шамиля. Шамиль в продолжении через правую руку на левую сбоку поймал. Вице и Шамиля очень жестко ударит с ног. Шамиль сам мне рассказывал буквально недавно, что, ну, если посмотреть, какая кематома тяжеленная, выявится под правым глазом и разбит нос очень серьезно. Рассказывал он, что ему более удобно себя каким-то контрактом строгим, конкретной организацией не сдерживать, а именно быть свободным агентом и принимать сейчас вызовы из разных лиц. Шамиль, лев Дагестана, Завуров. Реально. Легендарная личность Легнарусов. Как он здорово сейчас попал фронт-киком. И Вица сразу же пропустил удар, потерял равновесие и упал на конвас. И проход, контур-выпад и перевод. Попытка, по крайней мере, перевести в тейкдаун. Шамиля не увлечался успехом. Сам же Ивица забирает шею. Шамиля Завурова и сваливается на конвас. Пытается сделать он удушающий захват. Мало вероятности, что ему это удастся сделать. Шамиля все контролирует. Да, так и не ушло. Наступание в концовке первого раунда. Раунд закончен. Разбито лицо, конечно. Очень серьезно. Уивицы. Трус в Чехар. Посмотрим сейчас в замедленном повторе. Наиболее результативные действия стороны двух бойцов. Буквально начальную фазу первого раунда забрал Ивица. Но в последующем доминировал Шамиль Завуров. Уверенно почему. Четко отработал сейчас рефери. Поединок увидел, что трое находятся секундантов в октагоне. И Султан Алейф был вынужден выйти из октагона. Сейчас Шамиль успевает реагировать в сторону Аблуманапа, Нурмагомедова. И Хабибу он сообщение отправлял. Звуковое. Что скользко сейчас во время поединка. Скользко на конвасе. Опять с левой руки начинают все атаки. Парень из Хорватии. Скользкий лоу-кик. Это в стиле Шамиля. Мне все время доводилось держать на лапах, что для Завурова. Как по линии бокса, так и по линии тайского. Бокс К1. Я знаю удары. Насколько жестко и мощно наносит Шамиль Завуров. Особенно ногами. Место встречи пропускает Шамиль. Но не сильно и не мощно он принесил. Справа могло быть намного более опасным этот эпизод. Потому что Шамиль, сблизившись в средней дистанции, носил лоу-кик справа. В этот момент часто ловит Морстричи справа руки. Очень неплохая левая рука вывится. Особенно для его возраста. Сейчас попадает жестко слева и сам Шамиль. Коротким боковым, полубоковым полуснизу. Не точно по цене. Но вот когда скорости теряются и падают. Вывится. Здесь он, конечно, здесь попадает жестко Шамиль два раза. Не точно. Вот цель. Бросается сейчас Явица. Опять очередной жутчайший лоу-кик. Ашумля. Посмотрите, какие гематомы у Явица. Справа еще раз попадает Шамиль. Гематомы, конечно, невероятные. На икроножные мышцы нижней части у Явицы и части коленного сустава. В том числе и нижней части углавой мышцы, конечно, тяжко. Потом после боя придется Ивица. После таких пропущенных страшнейших лоу-киков от Шамиля Заурова, конечно. Оу, слева попадает. Шамиль ударит по гонку. Дважды выбрасывает руки. И под левый сбоку, по-моему, он зацепил Явицу. В свое время Шамиль испытал огромное количество травм. И были тяжеленные травмы. С этим травмом он никогда не отказывался от поединка. Он очень много работал в качестве тренера над борьбой. И борьбой именно для смешанных пеномосов. Он был бойцом, известным, лучшим бойцом UFC, а ныне бойцом лиги AC и Абу-Керимом Идиловым. Абу-Керим ездил не раз на сборы в Абдагестан. Школа в тот момент пол-скул. Тренировался под руководством Шамиля Заурова. Кстати, благодаря вот таким правильным братским отношениям, которые были выставлены ранее, в последующем Шамиль был также приглашен в клуб Ахмат в Солдуме. И стал по сути лидером этого клуба в очень уважаемом и достойном парке. в Солдуме. Колено. Шамиля Заурова. Справа. Область бедра. В первой части бедра, задней поверхности бедра, бедра ивицы. Левую руку бедра. Время возвращаетесь в историю способствовать появлению в клуб Ахмат и Расулла, которого сейчас видели на своих экранах, Султан Малина. Султан Алиев Не был подчастен к этому переходу в клуб Ахмат. Гомет Расул Фродов из Быва сейчас действующий боец Раулиги Эйсей. Успешный спортсмен. Он оказался по двору в клубе Ахмат и стал равноправным членом этой команды. В том числе есть ученик, ученик, подающий надежды в клубе ММА, чемпион Европы Асум Касумов в смешном боевом виноборстве. Сейчас недавно выигрывший бой на великий Брэйв Эйсей тоже оказался в клубе Ахмат. Отношениям и в том числе селекцией Шумиля Завуру. Закончен второй раунд. Сураб Петергораев дает ключевые инструкции. Да, вот сейчас опять Шамиль повторяет, что скользко. Скользко на конвасе и где-то ему сложно подобраться. В том числе быть устойчивым на ногах. Вот сейчас прям еще раз Султану Валерьеву четко это сказал. Конечно, легендарный Шамиль Завуров, лев Дагестана, не останавливается. Продолжает сражаться. Он уже пережил многих более молодых бойцов. Конечно, дорогого стоит. Все еще в его сердце этот огонь. А бойца, желающего сражения, не угасает. Ну, единоборство дали ему все в жизни. У него очень большая семья с огромным количеством детей. Конечно же, их нужно успешным образом кормить. Шамиль так неподготовлено пошел вперед. На встречу чуть-чуть не нарвался справа. Но промазал при этом Ливицы. И тут же они благодарят друг друга за эпизод, который мог увенчаться более негативным последствием для обоих, кстати. Здесь Шамиль не отпускает своего оппонента из Хорватии. Продолжает атаковать. Из разных позиций. Ну и при этом работа через замок с корпусом шляется со спины. Шамиль атакует. Удар коленом сейчас несколько раз отправил по цели Шамиль за уроки от одного из ударов. Такой крик от Ивицы. Трустик. Что такой эффект боли. Прочувствовал Ивицы. Слева руки жестко сейчас пробивает Шамиль Завуров. Шамиль. И атака доминирующей контроле. И при этом продолжение наносить удары у него не останавливается. Сейчас очень жестко попал. Дважды, трижды. И не отпускает. Некоторых из этих Сокрушителями Нокаутом он все равно Возвращается В том числе еще раз характеризует Характер этого Великолепного Русский контроль И пробивает Очень плотно Разных позиций Вот Вариантов Вифица уже не готов больше терпеть И забивает Вариантов Заивиться Правильно В самом стороне Вариантов Концовку этого боя особенно прочувствовал, не отпустил, доработал до верного и досрочная победа.